Игорь Викторович В первых словах хотел бы сказать, что этот сайт, я хотел бы, чтобы он воспринимался как средство массовой информации А не личный сайт, не живой журнал, не какие-то выплески собственных фантазий или умствований Поэтому, прежде всего, это площадка, на которой я призываю собраться всех прорусских людей В первую очередь, русских людей, посвящих, кому есть что сказать, кому есть что сообщить О том, о чем молчат СМИ наши Значит, сайт называется, на первый взгляд, не скромно, «Империя Игоря Дьякова» Я попытаюсь обосновать моральное, так сказать, свое моральное право, так назвать Во-первых, была газета, в 96-98 году выходила газета «Империя», я ее выпускал Потом она называлась «Наша сторона», по аналогии с аргентинской гвардейской газетой «Наша сторона» Поэтому я решил воскресить ту давнюю традицию, она пользовалась определенным успехом в наших патриотических кругах И почему я позволил себе вставить свое имя, потому что считаю, что все должно быть персонифицировано Это начиная от племен, которые самые лучшие, о чем мечтали, обращали в каких-то башков, потом Бога И кончая теми, кто сейчас тоскует по Сталину, потому что люди тоскуют не собственно по Сталину, а по справедливости и закону, и порядку О котором мы сейчас только мечтать можем Значит, объясняю символику Слева Красная Звезда, Орден Красной Звезды Это, естественно, кто знает, это перекликается с газетой «Завтра», но в газете «Завтра», уважаемой мной, этот орден был подарен одним из ветеранов В данном случае это орден моего деда, и там, если вы обратите внимание, левый луч, он отбит пулей Эта пуля спасла моему деду жизнь, вернее, этот орден спас моему деду жизнь После чего, собственно, благодаря чему, кому родились мои тетки и дядьки, и отец мой Он родился, правда, раньше Трёглавый орел — это не признак какого-то эпатажа Дело в том, что в 1654 году, когда к России присоединилась Украина после Переславской Рады Геральдисты, художники, которые были в Кремле, на радостях, видимо, всеобщей радости Нарисовали, менялся же герб, двуглавый орел, есть такая работа Новикова, история двуглавого орла И гербом нашей страны в течение 7 лет, то ли по недосмотру, то ли по великой радости, был именно «Трёглавый орел» Это именно то изображение, которое мы взяли для издательства «Фэрри Вэ» У нас было издательство, куда входил прекрасный человек, умнейший человек Николай Николаевич Лунев Или Островский, посмотрите его книги Куда входил прекрасный, ушедший недавно писатель Борис Андреевич Диденко и ваш покорный слуга Я закончил факультет журналистики, международное отделение, был первый набор в 1975 году В международном отделении И после этого работал в разных изданиях, печатных, центральных Но география, когда уже стал себя осмысливать, началась фактически с работы в Советской России У Чикина, Валентина Васильевича, наибог ему здоровья Я в отделе культуры А потом перешел в более радикальную по тем временам Орган, журнал «Молодая гвардия» Его возглавлял Анатолий Степанович Иванов Автор романа «В тени исчезают в полдень» И «В личный зов» Это был ударный такой период, так сказать, борьба, когда русские возымели мы Все возымели надежду, что что-то изменится к лучшему и власть будет русская Но, как вы все понимаете, этого не случилось И в 92-м году, по разным обстоятельствам, я ушел на вольное, что называется, хлеба И потом издавал газеты, упомянутые выше Как книгоиздатель выступал, как писатель выступал Моя задача сводится, знаете, ну, судьба — это характер Есть такая поговорка, по-моему, китайская Вот мой характер может свестись к одному испанскому слову Оно длинное, я сейчас его скажу Корре, вей, били То есть там сразу четыре глагола Корре — бежит Ве — видит Ди — говорит Ле — об этом То есть вот потребность о чем-то рассказать Перенести информацию Нужную информацию Вот И Сейчас пришла пора Почему? Пришла пора, как вот я почувствовал Что именно вот в этом формате То есть в форме сайта Естественно, на кальянке здесь, честные люди, здесь нет никаких денег И это ничьё задание Это не просто прихоть Это потребность души Во-первых Печатные вещи Печатные Они уходят как-то на второй клан Издаёшь как газету, как листовку И передаёшь её знакомым Все охают, ахают За рюмкой чая Проклинают то, что мы привыкли проклинать И ничего не меняется Вот И поэтому эта форма Во-вторых То, что называется Патриотическим движением Я бы называл его Бровановским движением По-моему, временам Есть чем сравнивать, поверьте Вот А то, что называется патриотическим движением С одной стороны Нам на помощь Русским простым людям Приходят высоколобы Уважаемые мной люди Но Которые Умничают слишком И Это всё нужно Это своя страта Это свой Так сказать Читатель Свой зритель Если хотите Вот И Это слишком трудно для восприятия И Поэтому Ну это как бы немой Я более поверхностный человек И с другой стороны Вот это вся Весь нынешний агитпрок Он выжибает мозги Он корежит сознание Он выжибает русскость И по заказу глобального евреанала Да Как называется Или мирового правительства Как я говорил Мировой закулис Как говорил Ильин Философ Из нас делают биомассу Просто Вот Ну я надеюсь Что русский Относится к тем И к тому И он естественно То есть Природно гениальный Стихийно гениальный народ Где сядешь там и слезешь И вот своим Природным умом Он поймет Что с ним делают Но Тем не менее Мы должны помочь По мере сил Потому что Допустим Почему у нас были писатели Классики У них было В свободное время У них были там Крестьяне Крепостные И они сидели И имели возможность Самовыражаться Вот Вот вы работаете В контое Или на заводе Или На каком-либо Предприятии На фирме У вас просто нет времени А вот У меня так сложилось Что у меня было Времени начитывать Начитывать Встречаться с людьми Узнавать то Что Хотелось Вот по душе И я как бы Был Представителем Моих двор У меня один двор Это в Сумах По материнской линии А другой двор В Ставрополь По казацкому Я как бы Должен Отчитаться Ах вы меня Так сказать Вырастили Вы Мне дали Возможность Выучиться Дали это самое Благодатное Свободное время И я должен Отчитаться Перед вами Я ваш посланец Посланец этих дворов И сейчас Я Острую необходимость И ощущаю Что настало Отчетное время Отчетный период Вот И Если вы посмотрите Напоминаю Меня зовут Игорь Яков Посмотрите Там Какие-то Произведения Какие-то вещи Вход из стихов Они есть Там в интернете Но Дело не во мне Я хочу повторить Особо подчеркнуть Что здесь Я надеюсь На то Что будет площадка Площадка На которой мы Сойдемся Единомышленниками И без истерик Здесь нет Это не клирикализм Мы не будем Рвать глотки Из-за того Что там Кто-то любит Блондина Как кто-то брюнета Кто-то кошек Как кто-то собак Мы как русские люди Соберемся Как на круг На казачий круг И все Все понимают Как говорил Пушкин Посмотришь в глаза Русскому человеку Посмотрит он на тебя Узким глазком И все понятно И нечего говорить Поэтому я жду от вас Видео Оперативных каких-то вещей Каких-то воспоминаний Чего угодно Но без Что называется Излишнего стеба Без Излишнего нытья Я хочу напомнить Что Послезавтра Пасха Хотя сайт наш Открывается 14 июля Апреля День рождения Петра Аркадьевича Столыпина Ваш покорный слуга Первый в Советском Союзе Напечатал в 89-м году Очерк Забытый Исполин Он написал Литературный России Потом Нашим современнике Потом Роман газете Вот Я сейчас не буду Особо растекаться Чтобы вы не устали Вот И просто последнее Что я хочу сказать Что одна из моих Любимых фраз Патриот Самое опасное Городское животное Это патриот Без чувства юмора То есть Сюда На этот сайт Я приглашаю И тексты И людей У которых есть Этот самый юмор Созидательный юмор Не еврейский Сейчас я скажу Об антисемитизме Потому что когда скажешь Русский То сразу уже считается А что вы имеете Против евреев Я против пещерного Антисемитизма Против умалчивания Роли евреев Как великого Богоизбранного народа В истории России Человечества И сегодняшнего дня Я против того Чтобы мы молчали О прекрасных наработках И действиях Таких прекрасных разведок Как Моссад МИ-6 ЦРУ БНД И часть Нашего дорогого Комитета Государственная безопасность Вот здесь Здесь ворота нараспашку Чтобы не было Никакого антисемитизма Вы должны знать Что пишут на сайтах Брайтона Что на сайте 740 Что пишут на израильских сайтах Желательно проникать На сайты разведок Упоминанных выше И эта информация Будет бесценна Вот А за 7 Это мое обращение Приветственное Я заканчиваю И мы начинаем Совместную работу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok